Почему я на это обращаю внимание? Потому что раньше, говорят, всегда и везде было больше всего англичан-туристов. Вот как он тут висит, посмотрите. А я не тороплюсь с рассказом, потому что я хочу вам показать просто всю эту красоту. Я вам покажу кальмарчики. Цену за кальмарчики. Вот эти малюсенькие, видите? Самые дешевые, 7,95. Оказывается, в нашем четырехзвездочном отеле только завтрак. Представляете? Завтрак и постель. А больше ни ужина, ни обеда, ничего такого нет. Я думала, что это только у нас так не включено оказалось. Но вот так. И мы теперь, как говорится, изгаляемся как можем. Вот сейчас были на пляже целый день. Пришли уставшие, невозможно. Но здесь вот перед самым нашим отелем, это вот отель наш. Жалко, конечно, что прямо у дороги шумно, да? Но ничего. Вот я сейчас покажу вам. Мы сидим здесь немножко, отдыхаем. Вот так выглядит здесь у отеля. Типа такое посиделки, кафе. Вот там напротив красным, видите? Это как раз супермаркет самый большой здесь. Пальмеде-Майорка. Вот этот вот супермаркет здесь. Есть еще Меркадона. Но, к сожалению, Меркадона далеко. Я ее не особенно нашла. Но это тоже, в принципе, неплохо. Фрукты, овощи. Очень дорого. Ну, я имею в виду, что... Посмотрите. Огурцы, да? 2,42. Перцы 2,46. Килограмм. Лука евро-92. Помидоры евро-93. Ну, вот как бы, да? Смотрите. Авокадо 4,50 за килограмм. Я не могу сказать, во-первых, чтобы здесь был большой такой выбор. Во-вторых, смотрите, цены я не буду озвучивать даже. Что-то как-то совсем плоховато. Вот это вот... Видите, да? Баклажаны. Фунт евро-87. Но они не каковские. Я видела в другом городе. Там такие большие, красивые. За евро-90. Можно было бы и купить. Вот 2,59 огурцы. Что за огурцы? Это сабли. И я называю их так. Которые выросли в парниках. А вот 2,59. Точно так же. Ну, вот огурчики. Неплохие возьмем. Ну, и дальше мои любимые прилавки с мясом. Смотрите. Ничего озвучивать не буду. Сменина самая дешевая. 6,75 за килограмм. Дальше у нас хамон. Как обычно. И всякая разная ветчина. Вот цена на ветчину. Я уже себе взяла килограмм разный. За 18, за 19 и за 22. Вот. Есть, конечно, еще 57. 70, 67. Видите? Ну, вот судя по тому, сколько там жира. Я вообще даже и неинтересно мне это покупать. Сыр. Если попадешь удачно, то можно любину взять. Но здесь сейчас у нас любины нет. Сыра много. Цены. Не знаю, какие. Цены они не хотят показывать. Показывают очень редко где. Вот это что у нас такое? 4,07. Не знаю, как это называется. Да и не буду покупать. А это тот же самый, который я всегда покупаю у себя в Англии. Это Эдем. 2,86. Точно такая же цена. И пришла я опять к своей любимой рыбе. Ну, а вы заодно и цены посмотрите. Изменились они, нет? Не могу сказать. 7,95. Вот это вот пикша. Но они ее, к сожалению, не режут. А вот 14,95. Вот этот хвост. Хвост от трески. Ну, дороговато, я вам скажу. Да? Вот здесь 13, это у нас семга. И 8,09. Себас. Вот такой себас. Вот я его, пожалуй, и возьму. Ну, вот хорошо то, что они, конечно, здесь все чудесно обрезают. Все чудесно чистят. Видите, да? Сейчас мне все почистят. И заберем. Мне там чистят. Я вам покажу кальмарчики. Цена за кальмарчики. Вот эти малюсенькие, видите? Самые дешевые. 7,95. А там, кстати, по-моему, даже не кальмар, а там, по-моему, этот, осьминог. 17,59. Очень дорого. И вот здесь осьминог. 8,79. А здесь огромные кальмары. Шикарные. 12,95. Крабики. 7,98. Это какие-то непонятные рыбы дорогие. И здесь еще рыба недорогая. Это самый центр города Санта-Понса. Я показываю вам. И вот в ту сторону. Где-то, наверное, минут 7 идти. И море, пляж. Пляж городской, общественный. Здесь отели не имеют своих собственных пляжей. Сейчас я вам покажу. Вот видите? Красиво выглядит. Развивается три флага. Это наш отель. Вот он здесь такой. Вот, видите? Называется Санта-Понса-Пинс. Нура-Хотел. Вот, еще раз показываю вам, как выглядит это все здесь с улицы. И если бы я не увидела вот эти четыре звезды при входе, обратите внимание, я бы никогда не поверила, что этот отель четыре звезды, друзья. Вернулась я за столик, за свой. Вы знаете, я как-то Маша из трех медведей перепробовала, где лучше всего. Вот я и на кушетке здесь посидела, даже прилегла и на этих низких креслицах прилегла. И в конце концов я поняла, что вот эти вот кресла для меня самые удобные, пожалуй. Сейчас продвигаемся дальше по центру города. Я иду уже, наверное, 15 минут и никак не дошла до моря. Хотя, говорят, тут все рядом. Но зато, посмотрите, какая красота. Автомобили все шикарные, открытые кабриолеты. Просто супер. Ну и, конечно же, рестораны. Смотрите, автомобили эти так и едут. Похоже, что это здесь у них какая-то выставка, что ли, старинных ретроавтомобилей. А может быть, на прокат берут такие автомобили, потому что обычные, видите, вот. И вот опять сейчас покажу вам уже вид спереди. Вот эти вот кабриолетики шикарные. Локотес. Локотес. Фантастик. Ну и вот, наконец, я вижу. Здесь у нас заблестело море. Красота. Сейчас ровно 12 часов дня. Самое пекло так называемое, да? Посмотрим, какая здесь вода. Я говорю медленно, извините. Все у меня торопятся обычно на канале. А я не тороплюсь с рассказом, потому что я хочу вам показать просто всю эту красоту. Ну и немного озвучиваю. А в основном показываю, друзья. Я привыкла что-то так говорить по-французски. Вуаля, посмотрите. Какая красота. Наверное, это тоже городской пляж, но он совсем другой. Ой, посмотрите, какая прелесть. Здесь красивый костел очень, но он, к сожалению, на реставрации. А дальше у нас что? А дальше у нас прекрасный пляж. И чистая водичка. И вроде как белый песок. Наверное, отлив сейчас, потому что вся бухта по колено. Сейчас я все-таки немножко погуляю по воде. Какая прозрачная. Но вы знаете, друзья, вода не холодная. Можно даже искупнуться. Только вот как искупнуться, посмотрите, люди стоят по колено воробью. По колено воробью. Конечно, в такой глубине купаться как-то не очень интересно. Вот как он тут висит, посмотрите. Каким образом живой моргает. Видите? Как он висит? Hello, how are you doing? What's that? Вот, видите, он шевелится. Ну, у него тут, судя по всему, ну, ноги пустые, видите, да? А сидит он, наверное, вот здесь вот весь скручился. Нихило. А еще вы знаете, что хочу сказать? Эти города европейские. Они так похожи иногда друг на друга, что даже путаешься. Вот этот город маленький такой. Весь мощеный. Каменные мостовые, посмотрите. Машин нет. В основном это все прогулочная зона. И вот мне вспомнилось на Лазурном берегу, когда мы ездили с Жаном Франсуа. Он меня возил там везде в самые красивые места. И один из городочков с узенькими улочками. Вот с такими вот красивыми. Ох, к сожалению, я не помню, друзья. Да и в Испании на севере мы были. Тогда с моей подругой Надеждой тоже городочек похожий гуляли. И еще что хочу сказать, друзья. Как мне тут объяснили, что еще нужно мне сделать. Ну, помимо того, что посмотреть, конечно, как можно больше, сколько успеешь. Ну и еще попробовать, конечно же, местную кухню. Еду местную. Тарелка рыба, морепродукты испанские. Специально приготовлена здесь по-испански. 15 евро стоит. Ну, не знаю, большая или маленькая тарелка. Ну, и вот как я сказала вам уже, что я немного где и была. Очень мало еще стран посетила европейских. Но я уже говорю вам, что они похожи одна на другую. Я удивляюсь людям, которые путешествуют всю свою жизнь. Европейцы. И вот они практически всю жизнь путешествуют. И не понимаю я, что такого ищут они. Что нового хотят увидеть. Все одно похоже на другое. Ну, немножечко, чуть-чуть. Но если вы мне не скажете, что это Испания. Если мне скажете, что это Франция. То я, в общем-то, вполне и соглашусь. Что еще хочу сказать. Из своих замеченных историй. Я заметила, что здесь очень много немцев. Немецкая речь отовсюду слышится. И даже интересно то, что они настолько уже, наверное, привыкли, что здесь немцы сплошные гуляют, туристы. Что тут ко мне несколько раз обращались просто по-немецки сразу. Почему я на это обращаю внимание? Потому что раньше, говорят, всегда и везде было больше всего англичан-туристов. И вы знаете, я даже могу, наверное, объяснить, почему раньше было больше англичан. А сейчас больше немцев. Вы знаете, наверное, да? Или нет? Я когда-то объясняла и рассказывала. Потому что вот 70-е, 80-е годы, когда англичане выходили на пенсию, у них пенсия была очень большая и очень хорошая. К сожалению, не могу сказать, какая именно пенсия. Да, это, в общем-то, и не суть. Важно, наверное. Ну и потом, конечно же, наверное, тоже играло роль то, что раньше на пенсию выходили намного моложе. По-моему, не было и 60 англичанам, когда они выходили на пенсию. Ну вот, и они имели достаточно средств и достаточно здоровья, чтобы путешествовать. А теперь все изменилось, как сказали, что теперь пенсии очень сильно упали у среднестатистического англичанина. Ну и потом пенсионный возраст поднялся. Сейчас на пенсию выходит в 68 лет в Англии. И уже никуда, по-моему, особо не захочешь тащить свои кости. Вот такое место очень симпатичное в старом городке, где все фотографируются обязательно. Посмотрите, как здорово, да? Ну, может быть, и мы сейчас сфоткаемся тоже. Что еще я здесь заметила и что хочу вам рассказать? Ну, во-первых, меня, конечно, очень порадовало то, что здесь автобусы курсируют по всему этому острову Майорка. И очень хорошо использовать эти автобусы для туристов, потому что впервые вижу такое. Может быть, кто-то, конечно, и напишет мне там в комментариях, что уже давно они видели и знают это все. Я впервые с таким столкнулась, что просто вы обычную свою банковскую карту любого банка Visa, по-моему, Visa, MasterCard, вы можете просто использовать как проездной. Не надо ничего другого покупать. Вы заходите, там специальный такой приборчик перед входом у водителя. Вы прикладываете свою карту, там пикает и все, проходите. Главное не забыть, выходя, тоже ее пикнуть, чтобы вам много не взяли. Ну, то есть имеется в виду, что, ну, знаете все это. Вы должны показать входящие и выходящие. Если вы забудете, то у вас полный маршрут заберут. Ну, я как благополучно дважды забыла, но радость моя в том, что я еду как раз от конца до конца, но не знаю, как получится. Посмотрим. Говорят, что даже налог не берется. Все это супер. Ну, это все уже, знаете, современная такая история. Наверное, скоро уже и везде так будет. Вот, потому что я помню, например, в прошлом году, в 23-м, я была в Сантандере, тоже в Испании. И там нам приходилось покупать вот эти проездные билетики. Также и в Париже приходится покупать проездные билеты там на 10, на 5 проездок, знаете, да? А здесь, пожалуйста, просто картой банковской пользуйтесь. Это же супер, да? Что еще меня очень порадовало, то, что здесь так чисто. Посмотрите, да? Вот сидим мы под деревьями, в тени. Ни одного листочка, ни одного окурка. Полюбуйтесь. Специально покажу вам, да? Обычно. Ну, вот один окурок здесь кто-то, какой-то нерадивый товарищ бросил. Но вот так вообще все убрано, все чистенько. Посмотрите, какой чистый фонтан. Листья не нападали. А может быть, даже если и нападали, то их убирают вовремя. Вы знаете, я же еще раз говорю, я почему обращаю на это внимание, потому что мой друг сейчас, он постоянно на это просто мне указывает, показывает. И вот он много раз был в Японии. И говорит, что Япония, чем ему нравится, что там настолько все чисто, все вылизано, все листочки убраны, все везде супер. Постоянно ходят с граблями, с вениками эти японцы. Он говорит, что там нет безработицы, потому что все вот при деле, как бы, да? Не знаю уж, сколько там платят. Говорят, что в Японии, конечно, только много минусов. Очень жилье у них там очень маленькое из-за того, что перенаселенные эти острова японские. Жить практически негде людям, живут кто где как. И вот это, конечно, с нашими огромными 300 метров квадратных, 100 квадратных метров считают. Маленькая жилплощадь для семьи. Ну а там, слава богу, 25, и все живут, и все счастливы. Ну и еще интересно то, что вот карта тоже Майорки, если кто-то видел. Если кто не видел, сейчас покажу вам, разверну карту эту. Она похожа на остров Уайт, кстати, прямо точно похожа, только чуть-чуть поменьше, конечно же, наверное. Ну и, как кто-то, я тоже сказал, что похожа на остров Крым. Вот это странно, интересно. Открыла вам карту, показываю, смотрите, да? Ветер, к сожалению. Ну вот вы видите, вот так выглядит этот остров Майорка. Вот это Пальма, центр. Вот здесь вот Санта-Понса мы остановились. А вот здесь вот Валдемоса я сейчас. Красивейший городок. Ну и еще здесь, мне сказали, можно много чего посетить. Но здесь уже, к сожалению, далеко. И нужно ехать на поезде. Вот так. Ну и сами можете открыть и посмотреть карту Майорки. Субтитры где условия? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...